На Корейском полуострове очередное обострение. Напомним, в преддверии начала совместных южнокорейско-американских учений ситуация там начала очень быстро накаляться. Как только стало ясно, что учения пройдут, последовала незамедлительная реакция Северной Кореи. Северная Корея заявила, что она выходит из, что называется, состояния перемирия, заявила о том, что она готова разбивать любые пролетающие или залетающие в ее территориальное пространство объекты. Для внутреннего употребления идут непрерывные репортажи и новости о том, что Северокорейская армия приведена в полную боевую готовность и готова в любой момент нанести ответной мощности сокрушающий удар. Компьютерным чудом северокорейского телевидения стали ролики о нанесении удара по территории США. Ролики интересны тем, что под тексты северокорейских дикторов показаны кадры из американских видеоигр, в которых, что называется, Соединенные Штаты подвергаются активным ракетно-бомбовым ударам. В этом случае северокорейские зрители в полной уверенности, что это ракетно-бомбовые удары наносят северокорейская армия. При этом Южная Корея и США, сумрочно сдвинув брови, занимаются военными учениями. На данный момент эти учения входят в свою завершающую стадию. Уже американские бомбардировщики нанесли удары по полигонам на территории Южной Кореи, уже отработаны почти все задачи и уже накал противостояния дошел фактически до самого верха. Северная Корея заявила, что она готова в любой момент нанести удары высокоточным оружием по территории США, а также по американским базам на японской территории и на Гуаме. Ну, что в этом случае нужно сказать? Конечно, это просто залудский танц. Нужно понимать, что эта ситуация повторяется с периодичностью, с которой повторяются эти самые большие южнокорейско-американские учения. Примерно раз в 5-7 лет. При этом, конечно, отдельная тема, а если у Северной Кореи то самое оружие, которым она собирается достичь Гуама и территории Японии. Сразу скажем, такое оружие есть, но вот назвать его высокоточным язык не очень повернется. На сегодняшний момент известно о том, что Северная Корея разрабатывает активно свою ракетную программу. Известно, что на вооружении принято несколько типов ракет. В принципе, дальности этих ракет хватит, чтобы долететь и до Гуама, и, естественно, до Японии. Вопрос заключается только в одном — насколько на этой территории эти ракеты смогут упасть точно. И здесь вопросов очень много. Нужно понимать, что технологическая отсталость Северной Кореи, по крайней мере в военном отношении, от современных передовых стран достаточно большая. Ну, как минимум, называются сроки в 20 лет. Если в этом случае мы отмотаем 20 лет назад и посмотрим, что на тот момент было у Советского Союза и у США, то станет понятно, что если даже предположить, что северные корейцы где-то подошли к уровню 80-х годов Советского Союза, то точностью ракеты, которые собирается использовать Северная Корея, вряд ли будут отличаться. Значит, в этом случае ставка на нечто большее. В этом случае, конечно, много раз намекалось на присутствие у Северной Кореи ядерной бомбы. Сами северные корейцы давно говорят о том, что они располагают ядерным оружием. И совершенно очевидно, что, обладая этим ядерным оружием, они уже могут не сильно задумываться над высокой точностью своих ракет. Вполне достаточно, что называется, что долетит. При этом нужно обратить внимание на то, что, несмотря на весь громкий тон этих заявлений, в принципе, они никого не беспокоят. Ни американцы, ни японцы, ни южнокорейцы, в принципе, не принимают каких-то особых мер к усилению своей боеготовности и защите от готовящихся ракетно-бомбовых ударов со стороны северной корейцы. Просто потому, что все это делается исключительно ритуально. На самом деле, на Корейском полуострове давным-давно царит ледниковый период. Ледниковый в смысле того, что ситуация давным-давно замороженная, и она, в общем, устраивает каждую из сторон. Для Северной Кореи существование северокорейского режима, в принципе, обеспечивается абсолютной изоляцией Кореи от всего остального мира и периодической мобилизацией корейского общества на борьбу с общим врагом, который, главное, объединяет северокорейские кланы. Для Южной Кореи важно то, что Северная Корея, в принципе, занимается своими собственными внутренними проблемами, а Южная, оставляя возможность с Южной Кореей заниматься проблемами экономики. Для американцев важно, что обе Кореи находятся все так же в состоянии холодной войны, и, соответственно, американские базы будут продолжать существовать на этом полуострове, и американское влияние по-прежнему достаточно велико в Южной Корее. Для Японии важно, что до нее, в общем, никто не хочет дотягиваться. На самом деле, вот эти громкие заявления — это не более чем небольшие, что называется, вспышки света над ледяной пустыней, которые называются Северокорейский полуостров. На самом деле не меняется ничего. Все будет по-старому.